Девушки отдыхают У нас есть интернет всегда с собой. Когда мы просыпаемся, когда мы завтракаем на работе или даже за ужином, часто можно увидеть, что люди сидят, уткнувшись в телефоны, и интернет есть теперь повсюду. И этот информационный шторм, эта обилие информации, оно в итоге породило такое явление, что нам просто не хватает времени, чтобы подумать. Просто подумать, абстрагироваться от всего, отвлечься, поразмышлять. Например, Скотт Бельский, основатель дизайн-сообщества Behance, и другие креативные профессионалы часто говорят о некотором месте, куда советуют иногда выходить, чтобы просто побыть одному и поразмышлять. Один мой знакомый математик говорит, что в Москве можно подумать только в двух местах — это в библиотеке и в душе. Собственно, с библиотекой начался наш проект в третье место. Через две недели после того, как мы запустили сайт теории практики, один наш друг, Макс Авченко, предложил нам идею сделать проект про библиотеки в том плане, что библиотека — это идеальное место для работы. Здесь тепло, тихо, здесь есть столы, розетки, а самое главное — здесь, скорее всего, никто не будет искать. Нам понравилась эта идея, но мы про нее почти сразу же забыли и вспомнили только через какое-то время. Решили сделать небольшой спецпроект. Гугл-картой по слову «библиотека» в Москве выдают 6,5 тысяч результатов. Это значит, что в Москве есть 6 тысяч мест, где можно спокойно поработать или поучиться. Однако, как выяснилось, библиотек оказалось немного меньше, и попасть туда сложнее, чем мы думали. Поэтому перед тем, как мы запустили проект, мы очень долго договаривались, обзванивали, вообще находили библиотеки в городе, в которые можно спокойно прийти и поработать. Очень было сложно объяснить, зачем нам нужно попасть в библиотеки, и даже учитывая, что мы журналисты, было довольно сложно добиться даже разрешения на репортаж. Но все-таки нам удалось объездить библиотеки в центре Москвы, и мы попарим совершенно другой новый мир для себя, просто как Алиса в кроличьей нору. Мы приезжали с репортажей, с одной стороны полный энтузиазма, с другой стороны разочарование энтузиазма, потому что мы не ожидали, насколько красивые могут быть библиотеки и интерьеры, особенно которые находятся в старинных особняках. Вот это, например, в Нескучном саду, это в бывшем домике, летнем домике императора. И с одной стороны это были очень красивые места, и мы даже провели эксперимент, мы показывали фотографии нашим знакомым и говорили, что это библиотеки в каком-нибудь Лондоне. Они охотно верили и говорили, что у нас такого никогда не будет. С другой стороны, конечно, немного отпугнуло в библиотеке сам факт того, что в библиотеке есть охрана, и то, что в библиотеку довольно сложно записаться иногда бывает, особенно когда не нужно, не хочется, нет потребности брать абонемент, а хочется просто сойти в читальный зал и спокойно поработать. Вот. Но, тем не менее, собрали сайт, и он уже был готов к открытию, но мы решили подождать удобный момент, и чтобы продать кому-нибудь рекламу, как выяснилось, слово «библиотека» пугает рекламодателей намного сильнее, чем слово «лекция» для изобретения эдитеймента. Тогда редакция «Теория и практик» уже где-то через полгода, потому что мы снова забыли про проект, и редакция решила сделать небольшой материал о третьих местах. Это не дом и не офис, это место, куда можно отвлечься от всего, пойти и поработать, поучиться или поделать что угодно. Итак, в этот момент мы поняли, что на самом деле библиотека — это частный случай этого самого третьего места. И причем библиотека, она именно про поработать, а не про поболтать, как многие остальные третьи места. Все стало довольно логично, и мы добавили к библиотекам другие места, перерисовали весь сайт заново и, наконец-то, запустили. Почему мы вообще говорим о каком-то месте для работы? Какая разница, где работать? Это все, опять-таки, новые технологии, потому что интернет сменил запросы людей. Вместо того, чтобы работать на предприятии с 9 до 6, многие люди смогли отказаться от этого в пользу себя, в пользу своих небольших проектов, чтобы начать работать на себя. Потому что теперь для этого нужен только компьютер с выходом в интернет. Это все является частью креативной экономики, так называемой. Потому что экономику 21 века многие называют экономикой знания, потому что интеллектуальный труд сильно вырос в цене. Креативная экономика может работать только за счет взаимодействия людей, мест и учреждений. Только в этой взаимосвязи город будет развиваться. И на самом деле 30% всех работающих людей — это те самые креативные профессионалы, это программисты, это ученые, это преподаватели, это студенты, архитекторы, журналисты и еще много кто. Всем этим людям нужен только стол, чтобы работать. Поэтому главная цель нашего проекта — заставить город обслуживать потребности человека с современной трудовой стратегией. То есть не тратиться на офис и эффективно использовать свое время. Мы отметили на карте Москвы и продолжаем отмечать третьи места. И это не только библиотеки. Это также могут быть и парк, особенно летом. Это могут быть кафе, лофты, даже галереи и другие пространства. Сейчас я хотела бы рассказать вам о некоторых самых интересных, потому что город уже реагирует на новый запрос. Например, появляются места, форматы мест, аналогов которых нет в других странах, по крайней мере, мы пока о них не знаем. Например, в циферблате люди платят не за какой-то сервис, а за время. Минута там стоит рубль. И, как ни странно, эта бизнес-модель оказалась такой успешной, что за несколько месяцев в Москве уже пять таких подобных мест открылось. Или еще один очень интересный формат — это медиатека. Медиатека трансформировалась из библиотеки, но в ней нет книг, в ней есть компьютеры. И вот, например, в гараже из-за специфики музея там три закрытых арт-архива мира, в которых можно в свободном доступе покопаться. Еще один городской формат для работы — это каворкинг. Каворкинг — есть такое хорошее слово русское — сотрудничество. Мне кажется, оно очень хорошо характеризует понятие каворкинга. Люди сюда приходят не просто арендовать офисное место. Люди сюда приходят мини-компании или просто независимые сотрудники, которые начинают взаимодействовать, и так получаются новые проекты, а также они могут получить ценную критику. Все третьи места, которые мы заносили, мы проверяли на себе. То есть, например, летом мы несколько недель проводили редколлегии и работали в разных третьих местах. Вот здесь, например, мы проводим планерку в парке Горького. Правда, мы смогли посидеть там только час, потому что было очень жарко, и солнце нас буквально согнало. Но потом мы нашли другое место под деревьями, и там было тоже очень приятно. Чтобы было удобно ориентироваться в городе, чтобы человек сразу, идя по улице, понимал, где находится то самое третье место, о котором ему так много рассказывают, мы сделаем стикеры, которые будут своеобразными городскими индикаторами. В местах с таким знаком можно будет точно, совершенно спокойно посидеть, поработать и поделать, что хочется. Получается, что сейчас формируется общественное пространство совершенно нового типа, куда люди будут ходить не только, чтобы отдохнуть, но и чтобы поработать. И нам кажется, что все это поможет сделать Москву немного удобнее. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...